Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Вот логика провала, это, говорит, страшно интересно. Если кто-то познал логику провала, у него всегда в жизни будет успех. И это, конечно, было отмечено как лучшее выступление. Имейте в виду, это один из способов. Другометургия любого вашего выступления, любого вашего общения. Сначала вы зажигаете зеленый свет. Короткая самопрезентация, обращение приветствия. Братцы, это меньше, чем 11 секунд. Это вообще очень быстро. Нина Зверева, коммуникация. Привет, работаем. Вообще обратите внимание на существительные и глаголы. Не тратьте время на слова такие, как чудесный, замечательный. Уберите их в свои речи. Они ни о чем не говорят, кроме как сюси-пуси. Они не нужны никому. И так начинается, потом будет целиком слайд, тогда его сфотографируйте. Начинается. Короткая Янина Зверева. Работаем. Да? Хорошие вы ребята, сказала я. Всех внимательно слушайте, все, молодцы. Вообще комплимент аудитории – это очень важная вещь. Потратьте время, подумайте, что ваш комплимент не просто там, как мне сложно выступать перед такой высокой аудиторией, рад всех видеть. Сделайте его небанальным. Но действительно вы хорошо всех слушаете с утра и до ночи. Действительно у вас много. Поэтому пусть вы похвалите людей за то, что действительно есть. Если женщина плохо выглядит, я говорю, как ты прекрасно выглядишь, она ведь знает, что она плохо выглядит, а потом уже на вас поставит крест, как на человека, который просто врет. Не надо. Ну, сочувствующе говорить, а что с тобой случилось? Наверное, тоже не надо, да? И если нет у вас какого-нибудь маневра, типа какой симпатичный шарфик, это новый. Это отличный маневр, он ни о чем не говорит. Это всегда можно найти. Русский язык большой. А еще надо включать голову. Больше всего портит общение пустые слова. Замечательный, уникальный, даже эксклюзивный стал пустым словом. Всякие лишние слова. Переходите на существительные глаголы. Время сократилось 11 секунд. Любая презентация серьезная сейчас дается 7 минут. На выступлении на госсовете у Путина 4 минуты максимум на выступлении, где вы должны сказать все. Максимум. И если хронопитарь зашкаливает все, вас просто отрубают в микрофон. Надо успеть говорить коротко. За минуту вы должны изложить идею своей жизни. А почему нет? Все можно. Только надо правильно работать со словами и правильно устраивать конструкцию. Хорошо, мы поздоровались, мы улыбнулись. Мы сказали, какие вы хорошие, а дальше что? У нас после зеленого света светофора какой идет свет светофора? А вот нет, а вот нет. А вот не пойдет у нас желтый, да. А пойдет у нас красный, молодец. Красный. Так устроена TED-конференция. Так устроены все хорошие выступления. Так устроены все хорошие коммуникаторы, которые хотят держать внимание публике. После зеленого света, приветствия такой хорошей, вы такие хорошие, идет двоих. Шокирующая новость, проблема, острый вопрос по теме. Любая неожиданная информация. И вот это надо найти. Вот этот красный свет надо зажечь так, чтобы у людей не было никакого желания доставать эти гаджеты. Слушайте, я никогда не говорю, выключите телефоны. Я забыла, когда я это говорила. Мне не надо это говорить. Люди их не включают. Ну я, конечно, я много над этим работала. Мне не надо это говорить. Сделайте так, чтобы с вами было интересно. Ведь у каждого из вас что-то есть, что сказать. Но если вы хотите донести свою информацию так, как принято было до вот этого бума информационного, а принято было желтый свет, желтый, господа, так и было принято. Да, я такая, там раз расскажу, и я хочу рассказать, что для того, чтобы сделать хорошую работу на студенческой ТЭФе, вам надо придумать идею, надо собрать хорошую команду, надо найти хороших критиков. Да, всегда надо найти хороших критиков. И я говорю, вы можете слушать, можете это не слушать, потому что я не зацепила. Я вас по башке не ударила. Меня поразила из этой ТЭТ история, когда выступал человек-фокусник, который хотел рассказать, как устроены фокусы. Помните, как он вышел? Он сказал. Первые слова, которые он сказал, он сказал не здесь, а вот выходя оттуда. Вот прямо вот открытая дверь, он там стоит и говорит, я карманник. И мои родители были уверены, что меня посарят. Потому что, когда приходили гости, я у всех все вынимала из карманов, я не мог остановиться. Я это делаю так, что никто ничего не может заметить. Я умею это делать. Говорит он. Но мои родители сказали, но если ты умеешь именно это, занимайся этим, но только в легальной среде. Показывай людям фокусы, удивляй их. И с этими словами, говоря это, он дошел до... Все прорепетировано, должно вам сказать. Вечером это все по этому залу. Он шел и репетировал. Все не так просто. Он вышел уже на сцену. И вдруг, Юр, и вдруг говорит. Кстати, чье это? У него в руках было все. Женская расческа, кошелек, часы. И пока он шел по залу и рассказал, что он карманник, и родители думали, что он будет... Все слушали, смотрели. Вышел на сцену и говорит, да, кстати, это вот заберите, пожалуйста. Мне вот это все не надо. Можете себе представить? Это был красный свет. Можете себе представить, как этого человека будут слушать? Потом он рассказывал, как он это делает. Но все слушали от начала до конца, потому что сначала он это что? Продемонстрировал. Счастливы те учителя физики, которые ставят опыт и показывают вам, что, черт подери, трения не существует. Вот оно катится, катится и куда-то докатится непонятно. А потом показывают, что оно существует, да? Они показывают вам это в картинках. Вы понимаете, как? Или учителя химии, которые делают вот из этого, из двух цветов, там, зеленых, синих, вдруг получается белый, еще идет пар. Как они это сделали? Что это случилось? Вот надо такое, сделать такое с головами слушателей. И это по любому поводу можно сделать. Вам надо подойти как ОПВО или к Эрнсту с идеей вашего фильма или кино. Надо найти вот это ключевое слово, которое их просто поставит просто в тупик, от которого снесет башку. Надо найти это слово ключевое. Конечно, вы должны представить именно свой проект, а не просто сказать что-нибудь ради того, чтобы сказать, да? А подумать, что есть, что есть ваше такое, что вы могли удивить. Ну, например, однажды я лечила, как я это называю, большую презентацию Лукойла. Ребята, грамотные ребята, лукойловские, топ-менеджмент, хотели показать в Агиту Алик-Перву новый способ распределения, ну, как это, нахождения запасов, определения запасов нефти. Это огромная вообще-то проблема, потому что нельзя же каждый кусочек земли проткнуть, посмотреть, есть там нефть или нет. А нефть, она хитрая барышня, да? Тут она есть, а тут ее нет. Они в трех местах это делают обычно. Потом считают объемы, ага, здесь большой запас нефти. Как делается презентация? По принципу зеленый, желтый, желтый, желтый и в конце зеленый. Так делается сейчас у нас презентация. Но они же вот не знали этого, узнали, все стало по-другому. Они не знают, что надо включить красный цвет. И сначала они говорят, как мы ищем нефть, вот так, вот так, вот так. Как ищут нефть на Западе, вот тоже так, вот так, вот так. Какие есть возможности? Возможности такие и такие. И что мы придумали? Что мы придумали было на 23-м слайде. На 23-м. Я сказала, никакой в Агита Лук-Перву до 23-го слайда не доживет. Они говорят, ой, а что делать, презентация завтра. Как мы ее переделали? Мне не надо переделывать. Говорю, сделайте первый слайд. Покажите город Муравленко. Мне так связло в моей жизни. Я же консультировала огромное количество лет региональные компании. И к нам приезжали в практику. И мы приезжали всюду. Я была в городе Муравленко. Это построенный, ну почти что с местными небоскребами на вечной мерзлоте. Очень красивый город. С красивыми стеклянными домами, с фонтанами, с дворцами культуры, с детскими садами. Потому что запас нефти около этого месторождения был такой, что хватило бы всей России на 30 лет вперед только этой нефти. Но оказалась подлянка. Ушел какой-то слой, куда-то чего-то ушло. И никакие трубы ничего это достать не могут. И оказалась нефть еще на 5 лет. И город Муравленко, который должен был кормить всю Россию, там живет 50 тысяч жителей. Их не переселишь, не расселишь. Они там живут. Они там уже состарились, городу 30 лет. Он оказался городом дотационным. Я говорю, покажите фотографию города Муравленко. Алик Перу не надо объяснять, что это такое. Скажите, этот город должен был кормить всю Россию. А теперь Россия кормит его. А почему? А потому что тогда они владели технологией правильного определения объема месторождения. А дальше, пожалуйста, вот как мы делаем это сейчас. Вот как делают они. И вот, что мы предлагаем. Они так и сделали. И звонили мне. Самый большой успех у меня был с господином Путиным. Потому что он встречался с Народным фронтом. А там молодежь. И один из них учился у меня парень. И вдруг его позвали. И у него была дикая задача. Ему надо было рассказать Путину, как все плохо. Вот как вы думаете, гонца с плохими вестями, что с ним делают? Его бьют. Там, значит, этот Народный фронт, он должен раскапывать, как все плохо, где. И докладывать Путину. Как вы думаете, нравится Путину сидеть, слушать, как все плохо, очень безнадежно плохо, как все воруют? И вот он сидел бедный, слушал и мучился. Конечно, неприятно. Еще к тому же показывали это по Раштуде, по-моему, показывали это прямо в интернет, в прямом эфире. Я сидела, слушала, ждала, когда мой Володя будет выступать. Володя выступал почти последним. Но доклад у него был вообще жуткий, просто ужасный, потому что про то, как воруют электроэнергию в государственных учреждениях. Просто все было подсчитано, были поставлены счетчики. Они это сделали в Питере, в Москве и, по-моему, в Челябинске. Народный фронт. Они это сделали, провели этот анализ, ему надо было это все доложить. Но вооруженной теорией Володя сделал это так, что оказался лучшим докладчиком. Путин на него же еще потом тысячу раз ссылался, а сейчас его ввели насильно в энергетическую комиссию России, чтобы он там уже наводил порядок. Как он это сделал? Это чуть дальше, когда мы перейдем к следующей формуле. Итак, после Красного Света мы можем что? Мы можем рассказывать суть. Суть – это варианты, как решить проблему, после того, как мы ее определили. Аргументы за каждый ваш комментарий. И вот здесь обязательно должен быть интерактив, шутка, афоризм. Это все как раз спикерские инструменты. Как бы вы хорошо не слушали человека, обязательно ваше внимание идет волнами. А вы обязательно устанете, даже если хороший спикер. Поэтому надо где-то пошутить. Где-то надо рассказать байку. Где-то надо дать вам поговорить. Но как иначе? Иначе вы устанете. Не может это все быть бесконечно. Итак, после того, как мы все рассказали, что мы хотим от этой жизни, то мы можем что? Завершить снова зеленым. Потому что мы всегда должны завершать зеленым. Мы должны показать, что есть свет в конце туннеля. Мы обязательно должны сделать эмоциональный подъем. Я всегда советую лидерам заканчивать глаголом. Отлично играть словами. Мы решили это сделать. И мы сделаем это. Один и тот же глагол, когда два раза вот такое вот сказано. Ну что же. Задача ясна. Действуем. Самый плохой финал, ну вот и все. Или там, я закончил. Это плохой финал. Это все. Вы не приглашаете людей к разговору. А если вы говорите глагол в конце, то вы приглашаете людей к разговору. Вот это и есть драматургия и выступления. Но люди, которые не находят этот красный свет, это, знаете, вот метафора. Вот Черчилль тоже говорил, что без метафоры нельзя. Я тоже очень люблю метафоры. Это все равно, что вы ловите рыбку на голый крючок. Но я не понимаю, почему она должна глотать гол. Ну и нет, ну она плавает, плавает, тут крючок везет. Ну и что? Она дальше поплыла. А вот если там червячок. Вот этот красный свет. Вот эта вот неожиданная информация. Вот это что-то такое. Знаете ли вы? На знаете ли вы люди очень хорошо реагируют. Все люди любознательные, во-первых. Товерь они боятся, что вы что-то знаете, а они не знают. Поэтому, знаете ли вы, это замечательный заход. Однажды замечательный заход. Загадаю загадку, замечательный заход. Замечательный заход, я попробую вас удивить. Я скажу вам то, что вы знаете, но скажу по-другому. Это все замечательные заходы, это все игра с публикой, это все вызов, это все вызов публике на какой-то бой, это публике интересно, да? Сейчас чуть позже объясню, почему. И в результате, если вы зажжете красный свет, то есть вы нацепили червячок, то рыбка клюнет. Но дальше, друзья, рыбаки знают, да, ее надо поводить, вот так вот, да, никак, а потом еще подсечь, потому что ну клюнула, а потом сорвалась крючка. Люди готовы сорваться с крючка, вы их на чудесный красный свет подцепили, но это не означает, что вам можно расслабиться. Нет, сейчас говорение, вот такое говорение онлайн людям, ведь ушки как устроены, вот такого мультика даже в гиковские девочки не придумали, а мне все время, мне надо снится даже это. Вот если бы у людей были уши, это как локатор, если вы слушаете, они так джжжжж, а если не слушаете, то и не слушаете, то сжимаются. А у вас же все не так, почему можно смотреть на человека, кивать и не слушать? Уши же не дают сигналы, слушают они или нет. При этом занять уши человеку очень трудно, потому что в любой вашей голове есть огромное количество мыслей, всяких идей и планов, которые вас занимают. Если вы влюблены, можете вообще просто ни о чем другом вы не можете думать. У вас, если что-то болит, ну тоже как-то сложно. Отношения, деньги, отпуска, погода, жизнь, господи, сама, неудачное письмо, смс-ка, это все конкуренты любого человека, который говорит. Вы заходите к Эрнсту в лифт, он что, рад этому? Он же думает о своем, у него тысячи дел, он тот самый многозадачный человек. И у него Добродеев, черт подери, днем обгоняет его по рейтингам, НТВ наступает на пятки. А тут девушка заходит и говорит, вы знаете, однажды, ну, наверное, не тот заход, да? Не тот. Что-то в вашей идее должно быть слово такое, на которое... Кстати, очень правильно, очень правильно. Заход очень правильный. Вот это вот я хочу помочь вам решить вашу проблему, да. И, между прочим, люди, которые уже угадали, о чем душа болит, это сразу люди на это реагируют. Кстати, Львович, у меня есть идея для четверга, для дня, или для дневного эфира. Если у него проблемы с дневным эфиром, он точно будет вас слушать. Потому что если вы нацепили вот красную кнопку, которая у него внутри горит, а вы на нее и нажали, это супер. Я помню однажды... Когда здесь сразу красный цвет. Да, конечно. Потом уже в конце зеленый. Конечно. Конечно. А тут не надо, в лифте там уже не до этого. Я покажу вам потом, у меня есть еще слайд про пич. Ну вот, собственно, вы знаете, после того, как я этого научила, началась следующая история. Люди желтый свет пропускают. Вот они красным научились зацеплять, а потом сразу переходят к зеленому. Так нельзя. Имейте в виду, что то, что вы должны сказать, мясо, сутевое вещь, сутевое, что же вы все-таки предлагаете. Как вы хотите это решить, что у вас в этом дневном эфире будет, да? Это обязательно надо рассказать. Не просто решил там проблему, как. Ну ладно, время поиграть. Волна, внимание у нас продержалось хорошо. Мне надо трех людей, которые участвуют в ТЭФе-регион. Любых, пожалуйста, идите сюда. Студенческим, да, извините, студенческий ТЭФ. Тоже участвуйте. Давайте, идите сюда. Так, раз, два и три. Да, давайте, вылезайте. Камера работает у нас? Вы готовы? Мне нужны микрофон и камеру. Ребята, вы лучше пока подумайте над заданием, а вы все в зале подумайте, как бы вы сделали это задание. Я дам, так как у нас времени очень мало, да, это не тренинг в режиме шесть часов. Подойдите ко мне поближе. Как вас зовут? Настя. 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 Александр. Александр. Встаньте так, чтобы вас все видели, вот так вот нормально. Итак, первая Настя, Настя первая. Должна в течение полутора минут рассказать нам о своей работе, представленной здесь, которую мы не видели. Вот, публике. Так, чтобы нам очень захотелось найти ее в интернете и посмотреть. Поняла? Думай, думай. Настя номер два. Должна убедить жюри проголосовать за ее работу, как за лучшую работу. Ты должна объяснить, почему она лучшая и выдающаяся, и почему ты достойна быть победителем, финалистом. Поняла? Это другая история. И, наконец, вас зовут? Александр. Александр. Александр из города Хабаровска. Должен найти спонсора. Объяснить олигарху Абрамовичу. Ну, у нас он как бы будет, вот в камере он будет, Абрамович, да, что он должен спонсировать вашу идею, да? Почему он должен дать деньги на вашу идею? Это все разные, абсолютно разные аудитории, совершенно разные задачи, да? Вы помните, какие задачи? Мозги свежие, они здесь, ваши мозги со мной здесь, да? Настя, первая какая задача? Нам рассказать так, чтобы мы все включили, посмотрели, что же у нее за история. Если будешь спойлерить, то мы тоже не включим, не посмотрим, потому что она должна заманить. Так, ваша задача? Убедить жюри, чтобы проголосовало за тебя, убедить их, что самые лучшие на свете. У тебя есть возможность прямо поговорить с жюри напрямую. Полторы минутки. Я очень люблю метраж «Полторы минуты». От полутора минут никто никогда не устанет. Полторы минуты – это почти целый листок текста на бумаге А4. То есть очень много можете сказать, понимаете? Это вот я очень вам советую учиться разговаривать с потенциальными партнерами в диалоге. Вот держать этот хрометраж минуты, полторы минуты. Ну и, наконец, Саша. Саша должен нам деньги добыть на свой проект. Попробуйте включить тот самый красный свет. Попробуйте не говорить лишних слов. Но, собственно, у вас будет замечательная возможность посмотреть на себя, как вы это делаете, и мы это обсудим. Ребят, мне кажется, мы все избалованы. Привыкли путешествовать в Турцию, в Египет. Все включено. Отель «4 звезды». Не двигаться, сидеть себе спокойненько на пляже. Все перекрыто. Европа перекрыта. В Турцию не поедем, в Египет не поедем. До свидания. У нас есть Российская Федерация. Огромные просторы. И если вам кажется, что путешествовать по Российской Федерации – это безумно дорого, скучно и бессмысленно. Зачем? То, мне кажется, вы чего-то недопомнимаете. Наш проект хочет рассказать вам пути путешествий для студентов, для молодежи, для тех, у кого нету больших денег, а хочется посмотреть, хочется поездить по миру, хочется поездить по России хотя бы. Для начала, для России, у нас рядом с нашими городами, есть много-много-много маленьких других городов. Сегодня мы побывали в Ростове, правильно? Погуляли по Ростову, ребят? Посмотрели? Интересно было? Вот. Посмотрите. У нас интересная история. И помимо истории, у нас также есть развлечение. И наш проект расскажет вам много лайфхаков, как путешествовать по России и тратить не очень много денег. Родина в натуре. Смотрите наш канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Настя была первая, ей было трудно. Я могу сказать, что часто на таких упражнениях люди отказываются. Они начинают говорить, потом говорят, нет, нет, я не могу, дайте мне сесть на место, я не буду и все. Так что это очень трудно выдержать эти полторы минуты, когда на тебя все смотрят. Но это очень полезно, поверь. Потом еще посмотришь сейчас на себя и все поймешь. Пожалуйста, Настя вторая. Меня зовут Анастасия Эйнгорн, представлена в номинации репортер. Знаете ли вы, но я думаю, вы уже знаете, кто хорошо слушал нашего спикера, сколько должен длиться выступление, чтобы человек его посмотрел и запомнил? Только что об этом сказали. Полторы минуты. Правильно. Кто-нибудь работает на телевидении, непосредственно на каком-нибудь телеканале? Поднимите руки. Сколько в среднем сюжет на телеканале? Полторы минуты. Ну, может быть, две. Ну, может быть, если это спецрепортаж, может быть, три, четыре. Но это потолок. Мой сюжет — шесть минут. Шесть минут. Спецрепортаж, но он шесть минут. Когда вы делали этот сюжет, я думала, никто его смотреть не будет, потому что, ну, это шесть минут. И тема хлеб. Но, я думаю, многие, кто посмотрел, ну, я же обращаюсь к жюри непосредственно, они не заметили этих шести минут. И я, пересматривая изо дня в день, из раза в раз, поняла в один прекрасный момент, в чем крутость этого сюжета. В том, что он смотрится на одном дыхании. И благодаря, конечно же, тем компонентам, которые в нем есть. И, наверное, это его большая-большая заслуга. Вот. Я думаю, я закончу. Спасибо. Уверенно репортер держится. Пожалуйста, Саша. Здравствуйте, люди, у которых есть деньги. Меня зовут Александр, и я приехал из Хабаровска с проектом «Разборка». Все вы знаете, что сегодня у нас есть проблема. Проблема в образовании прежде всего. У нас очень большое количество людей поступает в высшее образование, на высшее образование. И меньший процент учащихся, которые хотят получить среднее образование. Также вы знаете о рынке труда. Все хотят быть экономистами, журналистами и юристами. Юристами, инженеров и специальностей, которые востребованы на самом деле, сейчас очень мало. Именно поэтому мы делаем проект для инженеров, для стартаперов и для бизнесменов. Мы взяли пять бизнесов, которые вышли из студенчества. И взяли пять экспертов, которые разбивают в пух и прах эти бизнесы. Каждый день они разбирают один бизнес, заставляя полностью его переделать. В случае, если человек не успевает за неделю исправить ошибки экспертов, они платят свои деньги. И сегодня я у вас прошу деньги на реализацию этого проекта. Спасибо. Вы чувствовали, да? Когда так, когда не так. Вы себя ставили на место тех людей, перед которыми выступали наши герои. И чувствовали, когда пошло дело, когда не пошло дело. Угадала, не угадала, угадала, не угадала, да? Но, вообще-то я должна сказать, что это очень трудно. То есть, вообще-то я очень советую, если вам предстоит серьезный разговор, а без этого никак, без этого в жизни никак, и будете и мучиться, и не спать ночью, и писать слова, и их вычеркивать, то все равно вы должны пройти через этот путь. Потому что отсидеться не удастся. Вот это вот молча зайдешь за умного, в нашей профессии не работает никак. Обязательно надо предъявить себя и свою идею, в том числе словами. Надо уметь написать на бумаге заявку, очень короткие там всякие истории, но надо еще уметь сказать об этом словами. И, конечно, здесь всегда помогает, что опыт, подготовка, репетиция, ничего нового никак не придумано. Я советую всегда людям, которые стесняются, которые привыкли быть слушателями, а среди слушателей, кстати, очень много людей очень умных, хорошо думающих, просто они себе выбрали эту роль и боятся из этой тени выйти. И отдают харизматикам, вот этим вот нахальным, ярким, смелым, говорливым людям, роль тамады, роль вот этого вот весельчака на всяких застольях, а сами вот это как-то отсиживаются. Думают, что если еще там посидим-посидим, так вроде как и сойдет. Наступает момент, когда отсидеться больше нельзя. Каким образом избежать вот этих потрясений, ошибок, неудач, когда вы подходите к вашему для вас человеку, а он говорит, подожди, подожди, Настя, сейчас у меня тут немножко там потом. Это плохо, это неудачи. Перезвоните позже, да, эти знаменитые всякие. Потом, все потом, потом позже, потом, значит, никогда. Каким образом избежать неудач и где находить этот самый опыт? У меня есть ответ на этот вопрос. Поднимите руки, у кого есть рядом, рядом просто в семье. Маленькие дети, пусть племянницы, племянники, вот какие-нибудь маленькие дети есть? Ура! О, я так и думала, что так оно и будет. Самая лучшая публика, на которой вы можете проверить, скучно вы говорите или нет, хорошо вы говорите или нет, там внимание, вообще минута. Если им интересно, они слушают, если им неинтересно, они не слушают, поэтому вам очень все понятно. Подготовьтесь на любую тему, расскажите им что-нибудь, все что угодно, о цветах, о машинах, о чем угодно, о поэзии вдруг, сочините с ними стихи, поиграйте с ними слова. Смотрите, как гуляет внимание. Если вам удалось удержать внимание группы детей, поиграйте, проведите день рождения, уберите всех аниматоров, сами проведите день рождения. Если вам удалось удержать внимание группы детей, хотя бы в течение 10 минут, я вас поздравляю. Причем этот тренинг никто не заметит. Дети будут всегда безумно благодарны, они придут своими друзьями, они будут вам очень благодарны. Они очень благодарны, потому что с ними взрослые занимаются очень мало. А тут прямо им уделенное время. Это самый лучший тренинг. День рождения ребёнка вымытает вас так, что потом вы напьётесь, потеряете сознание, будете вспоминать, как самое ужасное приключение в своей жизни. Они ещё все передерутся из-за подарков, они все разбегутся, они будут спрашивать, где тут пописать, где тут что, в самый важный момент, когда вы там что-то говорите. Поверьте, я это знаю, но я думаю, что у меня всю жизнь так, в общем, получалось, потому что я всю жизнь была оккультмосовиком, затейником. Но я была тем человеком, который... У Акопов, уж извините, я очень его люблю, мой близкий друг, всегда говорит, что есть люди, которые в детстве встают на табуреточку, хотя никаких стихов не знают, и Дед Мороз и Снегурочка не могут их с этой табуреточки снять, потому что они всё равно на неё залезают. Это как раз про меня, это про журналистов. Вообще-то мы обычно именно такие, да? А есть девочки рядом и мальчики, которые все стихи знают наизусть, но на эту табуреточку они никогда в жизни не встанут. А потом наступает момент, когда надо, а вот не готовы, а вот это предательски подводит вот это всё, вот это всё волнение, да? И отсутствие опыта. Поэтому подготовка, написание на бумаге. Бумага – хорошая вещь, она всё терпит. Можно вычеркнуть лишние слова всякие, замечательные, чудесные, интересные, необычные. Это всё надо вычёркивать. В качестве, почему я так не люблю эти слова, могу привести вам простой, очень простой пример. Я учила однажды банкиров в ТБ-24 из регионов страны, было 14 регионов. В том числе мой любимый Нижний Новгород, родной мой город. Но был Санкт-Петербург, Кострома, Магадан. А я была везде. Я в Магадане была, я в Костроме была, в чём неоднократно. Поэтому я знаю, о чём речь. И это называется кейс, да? Когда я задаю ребятам, и вот должны выступать они по очереди. Я говорю, ребята, банкиры, расскажите мне про ваш родной город, где вы работаете, так, чтобы мне захотелось туда приехать, вот ваш российский туризм. Так, чтобы мне захотелось прямо немедленно сесть на самолёт, туда приехать. Расскажите, за что вы его любите, что в нём есть такого интересного, что мне захотелось приехать. Они скинули, я говорю, готовьтесь. Это вот очень для меня всё плохое показатель. Он говорит, нам не надо готовиться, там о городе рассказать, можем и так. Тогда я уже сразу поняла, примерно, какой у меня будет результат. Я сказала, ну-ка, давайте выйдите все за дверь и по одному записывайтесь на камеру. И я записала 14 монологов, какая чудесная Кострома, Магадан, Нижний Новгород, Самара. Татьяна уже понимает, чем дело закончилось. А потом я позвала их всех зайти. Они зашли, им поставили плёнку. Вы знаете, это было даже не смешно. Они сидели с трагическими лицами. Сначала они хохотали, а потом они сидели просто как каменное изваяние. Потому что тексты были такие. Приезжайте в солнечный Магадан. У нас уникальная, удивительная природа. У нас очень хороший, добрый, гостеприимный народ. Вас примет как дорогого. Вам покажут всё. Много замечательных людей жило в нашем городе, ходило по нашим улицам. Приезжайте, поглядите своими словами. Мы накормим, напоим, встретим, проводим. Приезжайте в солнечную Кострому. У нас удивительный, уникальный народ. Исклюзивное у нас есть ремёсло, народное ремёсло. У нас много замечательных людей жили и работали в нашем городе. Приезжайте в Кострому. Приезжайте в Нижний Новгород. Это удивительный город, российский. Уникальная природа, замечательные люди. Понимаете, что происходило? Абсолютно пустые слова. И тогда я дала им листки бумаги. И сказала, напишите десять существительных, которые касаются вашего города. И вдруг мы получили поэзию из существительных. Корюшка. Холодное Охотское море. Сногсшибающий ветер. Невероятные краски осени. Лагеря, лагеря и лагерники. Магадан. Белый гриб. Корабельные сосны. Илья Муромец. Дед Мороз. Как он написал? Как-то он написал. Тёплая российская провинция. Кострома. Вот тут-то у них пошло дело. Я же не против прилагательных. Прилагательный должен быть. Сногсшибающий. Холодное Охотское море. Оно никогда не бывает тёплым. И тёплая российская провинция. И мой любимый Нижний. Две реки. Волга и Ока вместе. Две огромные реки сливаются. Там, где Нижний. Новгород. Понимаете? И дальше. Максим Горький и Андрей Сахаров. Его Горьковская ссылка. Эти все знаковые вещи, которые прямо врубаются. Эти существительные они читали в течение 15 секунд. Хотел спустить каждый город. Это я про время. Время, когда мы говорим, уходит зря. Оно как бы утекает через эти ничего не говорящие слова.